Вы слушаете Радио Болтком. Телефон для благотворительных звонков 9-3-0-6-3-84. Плата за звонок 1 евро 42 цента. Добрый день. Сегодня вторник. День добрых дел на Радио Болтком. В эфире программа «Зеленая лампа». Программа о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать. Ведут ее Ольга Авдеевич сегодня. Я Рита Трошкина. А у нас сегодня гость в студии архиепископ-метрополит Римско-католической церкви в Латвии Збигнев Станкевич. И мы ждали господина архиепископа и просим прощения за маленькую задержку со связью. И сегодня мы очень хотим говорить про Рождество и про добрые дела. Добрый день. Добрый день. Наша программа помогает сегодня маленькому мальчику Эверсу Залтону. Ему 8 лет. Он родился незрячим. И вот сейчас семья очень просит нашей помощи. Телефон наш традиционный мы включаем на неделю для маленького Эверса. 9-3-0-6-3-8-4. И господин архиепископ помогает нам уже не в первый раз делать это доброе дело. И чуть позже мы отчитаемся перед господином архиепископом за добрые дела и расскажем, как дела у тех деток наших подшефных, которым мы помогали вместе, когда Збигнев Станкевич был гостем нашей программы. А в начале такой вопрос. В этом году Вы отметили 10-летний юбилей своего служения в сане рижского архиепископа-метрополита. А что Вы сами считаете самым важным лично для себя итогом этого десятилетия? Ну, итоги довольно обширны. Когда я начал подсчитывать, ну, как бы просматривать, что произошло, то есть много таких измерений. Ну, касательно благотворительности, то я очень доволен тем, что мы рестартовали так называемое «Каритас». Это католическая благотворительная организация, которая существует во всем мире. И в Латвии теперь мы запустили, так сказать, начали работать где-то в более чем 17 уже приходах. Есть группы, которые помогают, ну, тем, которые нуждаются в помощи. Скажем, при нашем кафедральном соборе уже где-то 9 лет есть эта группа, каждое воскресенье они готовят, скажем, ну, пакеты с продовольствием для тех, которые сами там исправляются. И помогают тоже индивидуально, ну, тем, которые имеют там разные проблемы. Ну, и наподобие есть в других приходах. И это мы хотим в идеале, чтобы в каждом приходе была такая группа прихожан, которая занимается этим благотворительностью. Потом следующий проект называется «Бетлэмэсмайя» или «Бетлиемский дом». Дом милосердия. Праздновали уже девятую годовщину. Это центр реабилитации для, ну, людей с зависимостями, там, от алкоголя, наркотиков, игрных автоматов. Бывшие заключенные, которые выходят из тюрьмы. Я знаю даже вот о таких случаях, что начальник тюрьмы, из женской тюрьмы, звонит, ну, скажем, руководителю нашего центра и говорит, вот у нас заключенная, она выходит на свободу, ей некуда идти, можете ли вы ее у себя приютить. Ну, и мы так делаем. Вот это. Я этим очень доволен. И потом у нас «Радио Мария» в Латвии уже отпраздновали пятилетний юбилей. И, наконец, они уже, я бы сказал, встали на ноги. Потому что до сих пор, именно до этого года, было так, что, ну, скажем, это фамилия «Общая мировая радио Мария», помогали содержать это радио, потому что оно не коммерческое. Оно существует на пожертвование слушателей. И в этом году впервые, где-то, где-то, когда пандемия началась, я директору радио сказал, предлагай другим конфессиям, так сказать, товарищам по несчастью, что мы можем передавать тоже ваши богослужения, чтобы ваши верующие, которые из-за ограничений не могут участвовать в богослужении, чтобы они могли, соответственно, радио участвовать. И, в принципе, там откликнулось несколько конфессий. И это подействует такому, ну, скажем, хорошему климату среди христиан. И потом я тоже очень доволен сотрудничеством именно в этом году с нашими братьями православными, лютеранами, баптистами, адвентистами и другими. И именно насчет ограничений, потому что мы находимся в таком тесном диалоге с государственными структурами, которые представлены Министерством юстиции. И мы очень кропотливо ведем диалог насчет каждого ограничения и достигаем консенсуса. Это требует много энергии, времени и терпения за обоих сторон. Но во время пандемии у нас в Латвии храмы были всегда открыты и остаются открытыми. В отличие от многих стран в Европе, где они просто захлопнули дверь и запретили людям туда приходить. И я во всеуслышание это говорил и призывал наше государство. Говорю так. Ни единым хлебом жив человек. И что духовный хлеб для верующего не менее важен, чем материальный хлеб. И поэтому, так как вы не ограничиваете работу хлебных магазинов, то вы не можете ограничить тоже действия церкви и участие в богослужениях. Конечно, мы соблюдаем ограничения, что надо быть в маске, что надо соблюдать дистанцию, дезинфицировать руки и тому подобное. Но запретить доступ полностью, ну это как бы зажать что-ли глотку, что ты не можешь дышать в своей душе, в своем духе, в богообщении. И этим я очень доволен, что мы взаимно поддерживаем друг друга, мы понимаем друг друга, мы познали гораздо лучше друг друга через этот общий диалог и благодарны тоже государству, что оно подошло с пониманием к тому, что мы им рассказываем. Ну, скажем, вот эти такие некоторые аспекты. Ну, потом чувство удовлетворения у меня есть тоже в связи с тем призывом или с тем экспозе, которое я сделал 10 лет тому назад на моем первом богослужении, так называемый ингресс, или возведение в должность, скажем так, на престол. Когда я сказал, что моя стратегическая цель это духовное возрождение Латвии. И приглашаю к сотрудничеству не только католиков, не только христиан всех конфессий, но всех людей доброй воли. И за это время я продолжаю работать над этим вызовом. Я его сам все глубже постигаю и понимаю, насколько сложна эта задача. И у меня есть единомышленники, как бы сказал, партнеры сотрудничества. И, значит, в моей конфессии, в других конфессиях и действительно ко мне приходят люди доброй воли, которые не принадлежат ни одной конфессии. И говорят, вот то, что ты сам рассказал, это меня тоже интересует, это важно. Я готов включиться и что-то делать ради этого общего блага. Очень медленно, очень повседневно этот призыв, он как-то, ну, скажем, находит тот звук в обществе. В общем, вы работаете над очень такими человеческими, гуманными, духовными ценностями. Скажите, пожалуйста, как по-вашему, чего особенно не хватает сегодня вот жителям нашей страны? Вот именно вот сейчас, в такое тяжёлое время? Я думаю, именно сейчас наиболее не достаёт общение, близости другого человека, но на таком уровне, я бы сказал, на глубинном общечеловеческом уровне. С одной стороны, говорят, что да, в семьях возрастает уровень конфликтов, насилия, потому что целыми днями должны быть всё время вместе. Но, с другой стороны, многие чувствуют себя одинокими, изолированными. И поэтому вот этот вызов, как, соблюдая как бы физическую, что ли, удалённость и вот эти маски и тому подобное, одновременно не войти в состояние обсуждения друг от друга, не воспринимать друг друга как угрозу. Я думаю, это очень важный, очень важный вызов. Вы знаете, очень приятно слышать такие формулировки. Вот наша программа, в общем-то, преследует своей целью тоже тот момент, чтобы люди не чувствовали себя одинокими. И те люди, которые обращаются за помощью в течение недели, когда мы рассказываем их историю, когда мы просим людей сделать пожертвование или позвонить, что главное даже не вот эти собранные деньги, а потом, когда родители этих вот маленьких деток, которым нужны средства на лечение, говорят спасибо огромное, мы почувствовали такую поддержку, мы услышали столько слов, нам казалось, что мы никому не нужны, не интересны. А оказывается, что у нас так много неравнодушных людей, которые могут нам помочь. Ну вот мы очень-очень рады, да. Я, конечно, рад это услышать. И вообще я скажу, что ваша миссия, поскольку мы встречаемся уже, по-моему, пятый раз. Пятый раз, да. Ваша миссия очень гуманная. И в этом смысле я вижу параллели миссии церкви. И вообще с глубинной миссией, с глубинным призванием, основным призванием каждого человека. Потому что это еще в свое время святой Йоанн Павел II, папа, который был в Латвии в 99-м году. Он подчеркивал, что человек не может достичь полноты своего существования, не может быть счастлив, если он не сделает себя бескорыстным даром для другого человека, для других. И вот вы в этом направлении, ваша программа «Зеленая лампа», она идет в этом направлении. Вы пробуждаете добро в людях. У нас очень хорошие люди. И как бы вот эту искру доброты, этого глубинного призвания в человеке. И это, собственно, тоже задача церкви. Как бы с другой стороны, что ли. Но мы тоже видим, что наше общество на это открыто. Потому что особенно вот в рождественское время, в предрождественское время, столько благотворительных акций. И есть отзывчивость со стороны нашего общества. Это, собственно, положительный знак, что наше общество еще не потеряло вот это, ну, чувствительность вот везде другого. Это очень хороший, обнадежный, врачительный. А может, даже и больше становится милосердия. Вот мы хотим просто напомнить, что пять лет вы на рождественских программах с нами участвуете в рождественских программах. Спасибо вам за это. И мы вместе с вами помогали в самой первой программе 10-летней Мадыри Шиманской, которая не могла ходить, но она начала ходить после реабилитации. Потом у нас был полуторалетний Доминик Бруверис, который мы тоже очень там большую сумму собрали на самое важное лечение, Кейта и Ричард Леймани, соблизнецы, Томас Якобсонс. И вот собирали вместе. Год назад была акция по установке лифта в католической гимназии. Да, вы помните, конечно, был установлен лифт недавно, а собирали и делали благотворительный концерт вот год назад, как раз в конце года. Как вот вы оцениваете результаты этой акции? Ну, очень положительно. Там мы с фондом... Фондом Тетеревых, да. Да, Тетеревых, Инара и Бориса Тетеревых. Ну, к сожалению, Борис, он уже переступил порог вечности, но Инара, уважаемая, была на открытии этого лифта и нашего фоае. Ей очень понравилось, она была под впечатлением и сказала, что это вдохновляет и, ну, как бы пробуждает в сердце желание продолжать вот и поддерживать такого рода инициативы. Поэтому, ну, я очень глубоко удовлетворен именно такого рода сотрудничество, неподдержка и благодарность каждому, кто включается в этот процесс. Мы уточним для радиослушателей, что лифт там нужен был, потому что там учатся детки с ограниченной двигательной активностью. Есть учительница, которая передвигается на коляске. В принципе, католическая гимназия готова была принять еще воспитанников, которые передвигаются на колясках. И в этом смысле лифт как раз с этого учебного года дает этим деткам шанс. Господин Архи... Вот и необходим, потому что иначе надо было вносить на руках. И это, ну, в общем-то, очень заслужительно. Господин Архиепископ, вот люди перед Новым Годом и особенно в рождественские дни загадывают желания, строят планы. Вот скажите, какие мысли мы должны передумать в эти дни? Какую-то душевную работу сделать? Это желания, планы, благодарность? Вот вы лично каким образом настраиваете себя в эти дни? Ну, знаете, в эти дни они у меня очень интенсивные. Как Архиепископ Панокс сказал, когда мы там диалог ввели, нам хотели эти книжные и там с этими духовными принадлежностями наши эти ларки или как их там назвать закрыть по воскресеньям. Он сказал, что у нас, у священнослужителей и как раз воскресенье это рабочий день. Это закрывали выходные дни. И, в общем-то, это совершенно бессмысленно, что у нас праздничные дни очень интенсивные, но, скажем, я вот как раз на завтра планирую как бы быть немножко в уединении, в праздничном уединении, подумать над тем, какое послание передать людям во время праздников и немножко выключиться. Я думаю, что в этом году то, что мы имеем много ограничений, это помогает, как бы нас подталкивает к тому, чтобы мы вошли в суть праздника, потому что зачастую этот праздник превращался суматоха, связанная с покупками, беготня по магазинам, подарки, потом карнавалы, базары и тому подобное. В этом году это все урезано, и поэтому мы имеем возможность сосредоточиться на том, что самое существенное в этом празднике. И в моем сердце как бы оживают вот эти слова из Евангелия от Йоанна, и слово стало плотью и обитало среди нас, и мы видели его славу, славу единородного от Отца, сына единородного от Отца, полного благодати и истины. Вот праздничное послание, вот суть праздника. И войти в эту истину, как бы пережить ее, что Бог стал человеком среди нас, одним из нас, и через него, через рождение Иисуса Христа, через его личность мы имеем общение с Богом. Мы можем как бы подключиться вот что ли к силе, к источнику, который поможет нам преодолеть вот неуверенность в будущем, наши какие-то сомнения, страхи, чувства нестабильности, как бы чувства того, что мы под какой-то угрозой. И да, даже чувства не знаю, изоляции, это все преодолевается, когда мы входим вот в суть этого послания, что Бог близок к нам, Он о нас не забыл. Это все как бы в его плане, как Святой Павел говорит, что любящему Бога все идет обладно. И это время пандемии, эти ограничения, они тоже нам в конце пойдут обладно, если мы как бы поймем, а каком же смыслы, что из этого истекает, что мы примем реальность такову, как она есть, и будем реагировать на нее, отвечать на нее адекватно, скажем так. Спасибо Вам за важные эти слова, и мы хотим еще напомнить, что программа сегодня наша посвящена мальчику восьмилетнему Эвертсу, который родился незрячим, вот такая у него судьба, он родился незрячим и с сопутствующими заболеваниями вот из-за этого, и научился он ходить лишь недавно, в 6,5 лет, но у него потрясающие родители, мама с папой, им по 30 лет, они совсем молодые, они очень его любят, это просто семья, которая, можно сказать, светлая семья, на них смотришь и сердце радуется, как они любят этого мальчика, как они занимаются с ним, как они его учат, вот он начал ходить, он начал делать какие-то действия, то есть им нужна очень поддержка сейчас, потому что все лечения и реабилитации, которые необходимы, они стоят денег, они стоят довольно дорого, поэтому мы просим помощи радиослушателей в эти рождественские дни, поддержать эту семью, поддержать этого мальчика, телефон 930-6384, евро 42 цента, звоночек, счет помощи на сайте MixNews.lv в рубрике «Зеленая лампа», там подробный рассказ про Эвертса, и также вы увидите там рассказ о том, как он, он был одним из первых детей, участников проекта «Друг для особенного ребенка», это брали маленьких щенков и выращивали их специально кинологи в семье, в семьях помогали выращивать, и эта собака поводырь выросла вместе с Эвертсом, и сейчас они очень большие друзья, она помогала ему ходить, и сейчас помогает ему ходить. Вот об этой семье мы просим вас прочитать, дорогие радиослушатели, и, конечно, поддержать. Господин архиепископ, а такой личный вопрос, какие ваши детские воспоминания о Рождестве и Новом Годе, какие подарки вам хотелось получить в детстве, какие вы желания загадывали, вот что вспоминается? Ну, вспоминается то, что в детстве мама, скажем, приносила сено, поскольку я в деревне вырос, приносила ну, не охапку, а там, ну, не знаю, пригорши, несколько пригорши и тена, она ложила на стол, накрывала скатертью, это вечер перед развеством, тогда праздничные блюда, и мы, конечно, ломались там этим этим хлебцом, облат, по-латыски, не знаю, как вы по-русски употребляете облаткой, да, облаткой, да, и тогда мы высказывали пожелания друг к другу, спели рождественские песни, коляски вместе, так сказать, в семейном кругу, вот это мне очень запомнилось, мне очень нравилось песни вместе, коляски, и, конечно, под елкой были подарки, ну, конечно, там эти подарки такие, ну, для детей, там, не знаю, там, какие-то конфеты, шоколадка и тому подобное, ну, конечно, в те времена, там, какие-то 60-е годы, ну, конечно, это уже был люксус, да, вот это я помню, ну, конечно, елочка, которая там украшена, всегда это было так интересно для ребенка, и эти так называемые бенгальские огни, ну, и потом, да, какие-то школьные мероприятия, но это были уже новогодние, потому что, естественно, Рождество не праздновалось. Я вспомнил еще одно, одно, когда вы меня спрашивали, чем я столь удовлетворен, вот, за минувшие годы. Это тоже, вот, из той серии, которую я начал, у нас есть такой центр информации. В этом году мы его, как бы, реформировали несколько, преобразовали такую агентство, католическое агентство информации, и там создали тоже такую платформу Vedwa Katolens.cov, где мы помещаем разные проекты, разные проекты, они уже из всей Латвии там приходят, и там, ну, самые разные, скажем, даже такой маленький проект, терминологический словарь церковный, две термины церковные, которые, ну, для многих, скажем, они слышали, но не знают, что это означает, чтобы каждый мог войти и посмотреть. Потом, такое, это можно назвать по-русски, перевести как стремление в Пеции, такая программа, 12 известных персон в обществе, 6 священнослужителей и 6 мирян, они свидетельствуют о том, что значит Бог в их жизни. Скажем, такая программа. И там образовательные проекты, благотворительные проекты, или такие проекты, которые, ну, поддержка там какой-то реновации, освещение церкви, извне, и тому подобное. У нас самые разные проекты, и я очень доволен, потому что я мечтал об этом 12 лет. Со временем, когда я был директором института высших религиозных наук, я хотел создать, но как-то не получалось. А в этом году наша новая руководительница Екатерина, она обвела и за пару месяцев что-то запустила платформу. Это действительно глубокое чувство удовлетворения. А телефон духовной помощи у вас работает? Работает, да. Это как раз во время пандемии. И, кстати, это наше, ну, скажем, как это, ну, монашеское сословие, что ли. Это члены разных религиозных конгрегаций, монастырей, орденов. Они объединились и они дежурят, ну, целые, скажем, с 9 до, по-моему, 17, этот телефон работает. Они, да, отвечают на звонки и оказывают поддержку всем ну, да, ищутся. А мы призываем вас, наших радиослушателей, сделать звонок. Наш телефон 9-3-0-6-3-8-4-4-2, как мы говорим, это меньше, чем чашка кофе или шоколадка, и помочь маленькому незрячему мальчику, который родился с целым букетом заболеваний. Ему бедолаге приходится в жизни очень непросто, но он умница и молодец, он сейчас ходит в обычный детский сад, это огромное достижение, и вот так как родители сейчас в сложной ситуации, папа по образованию историк и работал гидом, водил экскурсии на иностранных языках по Риге, понятно, что сейчас он остался без работы, вот, и наша помощь в канун Рождества будет очень-очень важна для этой семьи. Нам нужно 2600 евро собрать, и мальчик целый год будет получать дважды в неделю, специальные занятия, и этому помогут вот ваши звоночки 930-6384. Мы, к сожалению, программа уже быстро, очень к концу подходит, мы попросим нашего гостя, господина архиепископа Станкевича, пожелать нашим радиослушателям и читателям что-то такое важное предрождественское, и вообще всем жителям Латвии, что впервые оказались люди перед Рождеством в такой странной ситуации, вот как в этом году, и очень хочется услышать что-то такое обнадеживающее. Да, ну, во время Рождества, рождественское время, это такой особый период года, когда это занавесо, отделяющее видимый мир от невидимого, становится очень тонкой, и достаточно иметь одну искорку веры, чтобы смочь как бы приступить к этот порог, и как я говорил, что вот подключиться к источнику, к божественному источнику, и наполниться, просто миром, наполниться, что все тревоги, все напряжения, они как-то вот рассасываются, они куда-то уходят, и тогда в нас рождается надежда на на то, что как бы уверенность в том, что Господь с нами, вокруг нас тоже есть хорошие люди, с которыми мы можем общаться, ну что ли, на одной волне, и тогда просто-напросто после праздников мы выходим уже, опять входим в наши будни, что ли, обновленными, наполненными, с новой силой, с новым положительным взглядом. Вот я желаю для каждого иметь эту искорку веры и переступить вот эту занавесу, как бы войти за занавесу и наполниться этой реальностью, божественной реальностью, божественным присутствием, которая преобразовывает человека и наполняет его бескорыстной доброжелательностью с окружающим и делает его способным на то, чтобы жертвовать собой в случае необходимости, ради другого. Желаю вот это. Да. Очень трудно человеку жертвовать собой, очень трудно поставить другого выше, чем себя. Вот как с этим справляться? Иисус Христос говорит «Возлюбить ближнего как самого себя». Значит, если ты не любишь себя, то не можешь любить ближнего. И что значит любить себя по-настоящему? Я говорю, что человек имеет три измерения бытия. Физическое, психологическое и духовное. Любить себя – принимать во внимание вот эти все измерения своего бытия и удовлетворять нужды каждого измерения, в том числе духовного. И когда ты работаешь на этом уровне, удовлетворяешь и считаешься с ограничениями и нуждами каждого из уровней, ты способен выйти к другому адекватно уже не используя его как инструмент для достижения собственных целей, но помогая ему тоже достижения его существования. Вот на этом уровне проходит работа. А потом еще апостол говорит, что невозможно человеком, то возможно Богу. Если я осознаю, что я не могу генерировать вот эту доброту, я знаю, где есть источник доброты. Апостол говорит, Бог есть любовь. И пребывающий в Боге, он из себя излучает доброту и любовь. И он, как апостол говорит, все могу выкрепляющим меня, Господи. и девиз мой епископский девиз «Фортитуда наиадоминус Господь преподобная». Благодарим вас, благодарим от всего сердца за такую важную беседу и желаем вам тоже здоровья, радости и счастливого Рождества. Спасибо вам большое с Рождеством вас и с Новым годом. Всего доброго. До встречи. Мир не изменится, если мы не начнем с себя. Добро не появляется из воздуха. Его кто-то должен сотворить. Вместе мы это можем. Каждый вторник в 16 часов в эфире Радио Болтком программа «Зеленая лампа». А те, кто без нас не справится с бедой. И для тех, кто хочет помогать. Включи зеленую лампу, сделай звонок на благотворительный телефон и подари надежду. Телефон для благотворительных звонков 9-3-0-63-84 Плата за звонок 1 евро 42 цента.